Меня зовут Олеся Архипова и я мастер вышивки. Приглашаю вас в свою домашнюю мастерскую Мир Винтаж. Все мое творчество про уют, про нежность и, конечно же, вышивку с нотками позапрошлого столетия. Любовь к винтажному стилю у меня зародилась уже давно, еще в детстве. Помню, как с гордостью носила бабушкина редикюль. Мне казалось, что он сошел просто со страниц начала двадцатого века с фермуаром в трещинках. Настолько он был душевный, красивый, как мне казалось. И вот эту любовь я и принесла в своем творчестве. Ну как не любить вот эти желтые, потертые страницы старых книг, трещинки. Какая-то душевность во всем этом есть, согласитесь. Чтобы найти свой стиль, попробуйте поиграть с собой в игру, нравится ли мне это. Если вам нравятся рюшечки, розовые, нежно-постельные тона, кружево, это, конечно же, стиль Шебешик. Попробуйте его. Если вам нравятся приглушенные глубокие оттенки, трещинки, страницы пожелтевших книг, это винтаж. Ваш стиль родится именно в смешении этих всех тонов и полутонов отдельных стилей. Я очень люблю приглушенные оттенки, подобные тона. Очень люблю все оттенки бежевого, кружево обязательно. Не люблю кипено-белый цвет, пластик. Нравятся натуральные оттенки. И таким образом, играя сама с собой в игру нравится-не нравится, я пришла к своему собственному авторскому стилю. Что касается вдохновения, мне кажется, специально его искать не нужно. Я, по крайней мере, еще не научилась это делать специально. Это что-то такое глубинное, сакральное вдохновение. Это какой-то внутренний порыв. Это должно где-то внутри глубоко в тебе зародиться. Я очень творческий человек и какое-то одно направление, одно рукоделие, даже только вышивка, это для меня мало. Я всегда ищу какую-то прикладную вышивку. Мне обязательно нужно ее куда-то применить в украшениях, на одежду, в декор. Можно ставить не только рамочку, но и макроме сплести. То есть мне нравится смешение стиля, мне кажется, вот сочетание фактур, каких-то деталей и делает работу по-настоящему интересной. Предметные фотографии я нигде не училась. Это всего лишь практика, девочки. 15 лет просто практики. Первые мои фотографии были далеки от идеала, очень далеки. Вы можете прочесть сколько угодно книг, посмотреть сколько угодно роликов, но поймать вот именно ту красоту кадра удается только практикой. Начинающим мастерицам я хочу посоветовать не сворачивать своего рукодельного пути. Точно будут взлеты и падения, будет море вдохновения и полный штиль. Не бойтесь пробовать что-то новое, искать свой стиль и, главное, никогда не бросать любимое тело.